Позвольте у вас, девочка! Не, папа! Ничего, ничего, сыночек. Она просто не ожидала увидеть такого прекрасного жениха. На сцене знакомые с детства персонажи в областном театре драмы готовятся показать сказку, которая учит быть справедливым, верным дружбе и, чтобы не случилось, следовать за мечтой. Это произведение Ганса Христиана Андерсена, на котором воспитано не одно поколение. Дюймовочка. Она нежная, хрупкая, познающая этот мир и очень добрая и светлая. Хочется, чтобы этот спектакль понравился не только юным зрителям, но и их родителям. И такая добрая история запала каждому в душу. Миниатюрную красавицу по волшебству, рожденную из цветка, ждут приключения и испытания. Удивлять зрителей намерено не только интересным сюжетом. Яркие декорации и необычные костюмы точно не оставят малышей равнодушными. Это не просто спектакль. По задумке режиссера должен получиться своего рода театральный мультик. На это как-то очень круто пошли наши цеха, потрясающие художники. Олег Авдонин, который придумал декорацию, я поставил перед ним задачу сделать книжку. Помните, как раньше были раскладные книжки такие, объемные? Это будет, конечно, бомба. То, что это историческое событие для Пенецкого драматического театра, таких спектаклей не было. В первую мы показываем спектакль, где используются ростовые куклы, где используются определенные эффекты. Поэтому это действительно волшебство, это действительно волшебное зрелище. В постановке задействованы в основном молодые актеры, и задача у них непростая. Почти каждый играет сразу несколько ролей. Так что образы менять приходится за считанные минуты. Совершенно разные персонажи. Крот, понятно, зажиточный. Жук у меня немного получился активненький такой, немного хипстер. И эльф, понятно, немного возвышенный. И рыбка. Ну, рыбка. Тяжесть только одна. Наверное, это жар, который испытываем мы. Именно эти все движения, которые очень резкие. И должны быть яркие в таких огромных костюмах. Новогодняя дюймовочка уже вызвала ажиотаж. Чтобы спектакль смогли увидеть как можно больше желающих, в театре приняли решение впервые устроить 31 декабря сразу три показа.